Судьба Субтитры создавал DimaTorzok Россия! Россия вперёд! Мы покорим интеллектом, мы обаяем душой Мы будем целиться метко, идти дорогой прямой Так легко и свободно, круче всех впереди Умным быть это модно, ты ведь с нами, иди! Ты сильный будь, ты будь смелей Пройти сумеем сто путей Но среди них наш путь один Всегда вперёд! Мы победим! Мы раскрываем льду, мы обретаем силы Вперёд! Россия! И только ветер нам спину За это небо спасибо! Вперёд! Вперёд! Россия! Россия вперёд! Мы раскрываем льду, мы обретаем силы Вперёд! 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 Россия! Вперёд! И только ветер нам спину За это небо спасибо! Вперёд! Вперёд! Россия! Россия вперёд! Субтитры надо! отлично все заработал съешь испугался так друзья но мы начинаем рад всех видеть кто проснулся с утра все проснулись или еще все полудреме находится все слышно хорошо замечательно как ваше солнечное настроение у всех погодка как вас там не сильно напрягает своим дождем даже пробежались отлично я думаю что вот чем еще наш бизнес хорошего смотреть мы сейчас сидим в тепле в уюте в квартирах где-то может быть да и с вами общаемся и строим бизнес и действительно погода супер и погода в доме супер и погода на улице супер и самое главное что мы с вами сами регулируем свою жизнь сами решаем какая погода у нас будет в доме и какая погода у нас будет вообще по жизни сегодня мы с вами поговорим о нашем бизнесе немножко поговорим о построении построение нашем специальном построении бизнеса который помогает многим людям добиваться успеха и начнем начнем с первого слайда ребят для кого же наш проект потому что вы знаете многие люди говорят что слышали может быть что это не мое ой это ваш этот непонятный онлайн проект непонятный какой-то бизнес вот я привык выходить на работу я привыкал там это это так вот смотрите я специально выписал несколько пунктов которые действительно могут кто-то может задуматься скажите пожалуйста если у вас знакомы которые хотят достойно зарабатывать вообще скажите а кто не хочет достойно зарабатывать по моему хотят все адекватные люди да и когда мне говорят что мне много не надо денег они лукавят скорее всего то есть человек так устроен что ему нужно мы живем в таком мире что все стоит денег но практически сюда и за все надо платить в этой жизни и стесняться и уходить от этого от этой темы не стоит не стоит пытаться увильнуть и говорит что деньги это не мою деньги это зло магазин прихожу зла не хватает как из этой серии или как это еще говорят деньги портит людей и так далее так далее так далее это все присказки бедных людей которые придумывают себе отмазки но мы с вами ребят успешные мы с вами пришли бизнес мы с вами хотим быть успешными по жизни и я думаю что это стесняться не надо нужно взять по-взрослому начать зарабатывать по-настоящему хорошие достойные деньги причем способ у нас уже есть которым я сейчас буду рассказывать кому надоело работать по найму скажите пожалуйста может быть здесь есть такие люди кому надоело работать по найму или кто-то работал раньше ему надоело или может быть у вас знакомы есть кому надоело работать по найму согласитесь таких людей тоже очень много вот этот постоянный прессинг, постоянные какие-то жесткие рамки, постоянные ограничения зарплаты каких-то, да, то есть мы не можем раскрылиться по-настоящему, вот для таких наш проект, кто думал начать собственное дело, но не решился, вы знаете, вот я сегодня как раз немножко затронул тему другого бизнеса, и очень часто, вот я такой был, да, я думал, что вот где-то надо начать свой бизнес, потому что работа по найму, я понимал, что это дорога в никуда, это тупик, тупиковая ситуация, то есть денег больше не прибавляется, времени все меньше и меньше, я становлюсь старше, и мне вариантов в этой жизни выкарабкаться нет, я понимал, что нужно свое дело, чтобы быть более свободным, более таким, знаете, раскрепощенным, куда пойти, везде нужны деньги, везде нужна связь, везде нужен какой-то опыт, страшный, непонятный и так далее, и кто хочет карьерного роста, ну, знаете, вот тут я соглашусь с тем, что не всем нужен карьерный рост, кто-то говорит, мне вот я на своей месте хорошо сижу, но для тех, кто все-таки двигается, хочет двигаться по карьере, более амбициозных людей, люди, которые не хотят сидеть на месте, это самое то место, где нужно быть в нашем бизнес-проекте, почему, потому что карьерный рост здесь просто колоссальный, такого роста карьерного я не видел вообще, в принципе, нигде, кому важно признание, а вот это, ребята, очень важный момент, потому что нам по жизни не хватает признания, по жизни не хватает признания, с самого детства, вспомните свои детей, у кого они есть, ребенок что-то сделал, он говорит, я сам, мам, посмотри, я сам сделал, что он требует, он требует внимания к себе, он требует признания, признания того, что он что-то может в этой жизни, что он что-то достиг в этой жизни, и здесь признание просто выше крыши, здесь задарят цветами, задарят подарками, задарят поездками всякими, добрыми словами и так далее, и так далее, и так далее, поэтому, кому вот важно признание по жизни, достижение успеха, даже самого маленького признания, то здесь это просто вот кладезь того что есть потому что здесь признание стоит на первом месте кто готов к личностному профессиональному развитию ребят вот здесь тоже интересный момент смотрите вы знаете и за год работаю в нашем проекте за первый год работаем наш проект и я узнал столько сколько мой отец только 50 годам работы начальником узнал за год то здесь настолько быстро настолько динамично мы получаем информацию настолько быстро мы развиваемся как профессионалы и настолько сжатые сроки нам огромный поток информации у нас вливается который приводит нас к успеху что здесь очень интересно быть личностью здесь очень интересно развиваться поэтому тем кому здесь хочется вообще по жизни вот не рутины этот домашний найти вот этот дом работа дома работа, а мозги развивать, кто хочет личностно развиваться, да, здесь вообще просто идеальное место. Кому интересно работать в дружной команде? Ребята, вот есть люди, которым хочется движухи, да, которым хочется команды общения, здесь этого полным-полно, здесь у нас очень дружная, сплоченная команда и добро пожаловать в наш дружный коллектив. Кому нравится тусоваться и путешествовать? Да, есть люди, которые просто нравятся путешествовать, тусоваться, общаться и так далее, здесь у нас очень много всего этого добра И скучно здесь не будет. Потому что, знаете, я всегда такую фразу говорю. Жизнь измеряется не днями прошедшими, а событиями, которые прошли в твоей жизни. Потому что бывает так, что событие какое? Выпускной, свадьба, день рождения и все. И рутина сплошная между этим. У нас же при активной работе здесь и тусовки, и мероприятия, и какие-то семинары, и какие-то за границей мы ездим, какие-то экскурсии. То есть здесь очень-очень насыщенная, динамичная такая жизнь. И иногда даже бывает так, что иногда устаешь от мероприятий так, что хочется просто уже отдохнуть от всех. Потому что настолько движуха хорошая. Но и без этой движухи прям как становится лунова и скучно. Согласитесь, вот кто попал постарше уже в нашем бизнесе, они это подтвердят. Для людей, думающих о своем будущем и готовых создавать свой пассивный доход. Я специально сделал это последним. Почему? Потому что это очень важный момент. Друзья мои, есть смысл приходить в наш бизнес-проект тем, кто думает только о своем будущем. Потому что если человек не думает о своем будущем, ему живет одним днем, ему поливать, что будет завтра, что с ним будет завтра. Здесь, наверное, ну не знаю, наверное, не самое место. А вот для тех людей, кто думает, как он будет жить через год, через пять лет, что у него будет, как он себя будет чувствовать, какая у него будет семья, какой у него будет доход, да, как он будет комфортно, или ему будут отдыхать и путешествовать и так далее. То есть здесь самое место. И создать свой пассивный доход. Что такое пассивный доход? Я вам просто скажу в двух словах. Чтобы вы понимали, это русская пенсия. Что такое русская пенсия? Когда человек выходит на определенный возраст, он уже не ходит на работу, а ему платят какую-то денежку. Вот это называется пассивный доход. То есть ты не работаешь, а тебе идет доход. Да, но ему пришлось 40 лет перед этим поработать, чтобы заработать там свои 7-10-15 тысяч рублей в месяц. Это понятно, что такое пенсия. Пассивный доход это не пенсия, но принцип такой же. Мы что-то делаем, мы что-то создаем, а более четко я могу сказать, что мы создаем бизнес-систему определенную, о которой я сегодня расскажу. Бизнес-систему, которая будет приносить нам этот самый пассивный доход. В тот момент, когда вы вдруг не сможете или не захотите работать, ваш пассивный доход остается и компания, партнер, которым мы сотрудничаем, будет постоянно на протяжении всей жизни вам, вашим детям, вашим внукам, пока существует компания, а компания будет существовать очень долго, потому что это очень крутая компания, вам будет давать постоянно те деньги, которые вы заработали. Даже больше скажу, если вы сделаете бизнес-систему правильной, то ваши деньги будут наращиваться, то есть их будет больше. Вы представляете, какой классный у нас бизнес-проект? Поэтому, ребят, вот это все для тех, вот наш бизнес-проект для тех, кто хочет вот этого всего. Если вы хотите всего этого, если вам что-то нашли здесь близкое для себя, то, пожалуйста, внимательно изучить этот бизнес, разберитесь в нем. Да, будет, может быть, нелегко, да, будет что-то новое, что-то будет не получаться. Но я хочу сказать, что если вы в этом разберетесь, если вы поймете, как это все делается, то я думаю, что в вашей жизни будет очень кайфово, и вам не надо будет ходить больше никогда на работу, и вы будете себя чувствовать очень-очень комфортно вообще по жизни. Так, друзья, ну мы идем дальше. Теперь, ребят, как работает система? Смотрите, я сейчас приведу небольшой пример. Для кого-то я сейчас открытие сделаю, для кого-то я скажу то, что вы уже знаете. Существуют разные типы бизнесов, да, и сейчас одно из самых модных направлений бизнеса – это франшиза. Кто-нибудь знает, что такое франшиза? Пожалуйста, напишите мне. И напишите, давайте так, напишите, кто не знает, что такое франшиза. Олесь, ты не знаешь, да, что такое франшиза? Так, кто еще не знает, что такое франшиза? Вот смотрите, вот тут специально я показал несколько таких вот ярмачков, брендов, которые работают по франшизе. Макдональдс из них самый первый, потому что это самая крутая франшиза и самая дорогая. Так вот, все правильно, Маша, смотрите, бизнес под ключ. Что это значит? Объясняю, смотрите, те люди, которые решили все-таки начать свой бизнес и начинают какие-то частные предприятия, они очень попадают на очень серьезные риски, на очень серьезные деньги. Почему? Потому что бизнес новый, денег нужно огромное количество и, ну, понимаете, да, то есть очень большие риски и так далее. И многие люди идут покупать франшизу. Что такое франшиза? Франшиза, это, я вам даже напишу, как работает франшиза, что такое франшиза, как она работает. Вот прям зачитываю с интернета, ребят. Это договор между вами и крупной корпорацией, имеющей свой бренд. В чем заключается смысл контракта? Вы, грубо говоря, берете бессрочную аренду, торговую марку компании и получаете право на ее использование в своем регионе. Вот это прям официальное такое, знаете, объяснение франшизы. То есть, что для этого нужно? То есть, вы решили, например, купить Макдональдс. Ну, например, у вас есть свое кафе и вы решили из него сделать Макдональдс. Вы заключаете договор с крупной корпорацией, имеющей свой бренд. В чем заключается смысл? Вы берете всю торговую марку компании, все ее кепочки с Макдональдс, все ее гамбургеры, все ее оформления снаружи, оформление внутри, оформление всего персонала, меню, вообще все берете. Это называется бизнес под ключ. И когда вы платите колоссальные деньги за это, и вы отдаете процент Макдональдсу с вашей прибыли, какой плюс вам? А плюс в том, что вам не надо думать ни о чем. Почему? Потому что у вас есть готовый бренд, у вас есть имя, и люди, когда увидят Макдональдс, они к вам сами пойдут. Потому что они видят, что это Макдональдс, вам не надо зазывать к себе никого. Люди сами знают, что делают, люди сами приходят, люди сами развивают. Все. Но хочу сказать, что все вроде бы хорошо, но есть кто-то скажет, ну помимо Макдональдса же есть же еще разные, есть дешевле гораздо франшиза. Чем дешевле франшиза, тем слабее будет доход, и тем сложнее ее будет развивать в вашем регионе. Поэтому, ребята, что я хочу сказать. Вот такая франшиза, это действительно есть такое понятие, как франшиза, и она действительно дает результат. Но вам нужно соответственно выбрать правильную франшизу, да еще и заплатить солидные деньги еще внутри. Когда вы получите франшизу, вы еще должны все-таки обладать лидерскими характеристиками, чтобы все это, знаете, контролировать, управлять, нанимать людей, обучать людей. Ну, то есть много-много-много всего. Так вот, смотрите, в чем вся фишка-то? Наш бизнес-проект, наш бизнес-проект, читаю. Это тоже договор между вами и крупной корпорацией, имеющей свой бренд. В чем заключается смысл контракта? Вы, грубо говоря, берете в бессрочную аренду торговую марку компании, получаете право на ее использование. Ребята, то же самое. То есть мы находимся с вами, по сути, во франшизе. То есть наш бизнес – это тоже франшиза. Наш бизнес – это франшиза. Но очень важный момент. Это не бизнес под ключ. Это нельзя назвать бизнесом под ключ. Почему? Потому что, например, в Макдональдсе вам дают не просто бренд, вам дают клиентов, по сути. То есть вам даже клиентов нарабатывать не надо, они к вами сами приходят. В нашем бизнесе партнеров нарабатываем мы сами себе. То есть это и есть, собственно, наша работа. Нарабатывать себе партнеров в нашей команде. Поэтому, друзья, теперь смотрите, я хочу чего сказать. Сравнение. Дело в том, что вот есть франшиза. Это один из самых модных направлений. Есть наш бизнес-проект «Бизнес-лига». И я просто хочу провести аналогию, сравнение, чтобы вы понимали, насколько очень круто в нашем бизнесе находиться. Смотрите. Первое. Франшиза стоит денег. То есть за любой бренд, который вы захотяете, чем круче этот бренд, тем он дороже, надо заплатить солидные деньги. Солидные деньги. Очень солидные. Самые там, я не знаю, дешевые франшизы, такие более-менее, начинаются от полумиллиона. Это самый прям вообще прям. Самый-самый низкий уровень. И, соответственно, чтобы там с него получать доход, я не знаю, что надо сделать и в каком городе надо жить. Наш бизнес-проект не требует вложений вообще. То есть это большой плюс. Не требует вложений и это очень здорово. Идем дальше. Чтобы вести франшизу, нужен опыт. Действительно нужен опыт. Управленческий опыт, наемный опыт, ну и так далее. Много всего. В нашем бизнес-проекте опыт нарабатывается в процессе. Согласитесь, вы пришли, и вы начинаете по ходу сразу все изучать, и потихонечку-потихонечку вы идете наверх. Это тоже очень клевая вещь. Следующий момент. Третий. Необходимы деньги на аренду рабочих и так далее. Мало того, чтобы франшизу стоит денег, сама франшиза, чтобы воспользоваться ей, так вам еще нужно свое помещение, его нужно арендовать или купить. Вам нужно нанимать людей, им нужно платить зарплату. Вам нужно обучать людей, это тоже деньги. Вам нужно всякие там накладные всевозможные расходы, доставки, логистику. Ну, то есть, понимаете, очень много таких маленьких нюансов, которые стоят денег. Вроде бы франшиза ваша, а помимо этого еще много всего, что вам нужно будет заплатить. У нас весь бизнес в интернете. Все, что нужно, это интернет. Про это интернет, компьютер и смартфон. Или что-то одно, там, я не знаю, там, смартфон или компьютер. Кто-то уже со смартфона работает полностью. Поэтому, ребят, весь бизнес у нас помещается в ноутбуке, грубо говоря, в телефоне. И вы всегда можете в любом месте, в любой точке мира развивать наш бизнес. Это тоже очень классно. Вы не привязаны ни к конкретному месту, вы не привязаны ни к конкретному помещению. У вас бизнес всегда с вами. Это очень здорово. Четвертое. При неудаче франшизы мы теряем деньги. То есть, бывает так, что вы франшизу купили, вы все оборудовали, выложили деньги, а франшиза не пошла. У нас в нашем городе Орехово-Зуево такие были моменты, я видел, когда были франшизы, и они закрывались через какое-то время. То есть, человек тратил деньги, он вкладывал, он ждал, без доходов, без ничего. Проходит год-два-три, и человек закрывался только потому, что он ничего не может сделать, он все, ну, он прогорел, можно сказать. Даже со франшизой. В нашем бизнесе при неудаче ничего не теряем. Что такое неудача? Честно говоря, у нас неудачи не бывает. У нас бывает, или мы просто делаем дело, или мы не делаем. Но даже если, даже если что-то вдруг не получилось у вас, как вы думаете, вы ничего не теряете. Вы кроме опыта, который вы приобрели, вы по сути ничего не теряете. Вам не надо рисковать какими-то миллионами, сотнями тысяч, вам не надо брать кредиты для этого, вам не надо занимать у родственников, вам не надо порвать отношения с банками, с людьми и так далее. Вы начали, окунулись, попробовали, по разным причинам, не захотели, вышли из бизнеса. Да и все, собственно говоря, ничего вы не теряете. Это тоже большое дело. Так, ну и дальше, никто не помогает. Во франшизе вам помогать никто не будет. Даже сама франшиза, ваш бизнес-партнер, он вам даст бренд, он вам сдаст инструкции и скажет, иди разбирайся, иди, вот работа, твой бизнес. У нас же, друзья мои, помощь команды профессионалов. Это огромная. Я об этом сегодня буду говорить чуть больше. Почему? Потому что это одна из самых главных ценностей нашего бизнеса. У нас есть помощь команды профессионалов, помощь коллег, помощь партнеров, помощь самой компании, с которой мы сотрудничаем. И, вы знаете, это очень ценно, потому что, вот согласитесь, давайте так, вот кто здесь находится у нас на вебинаре, напишите, много ли у нас, напишите, кто был бизнесмен до бизнес-проекта, кто вел какие-то дела, бизнес был у кого? У многих был? Напишите. По-моему, ни у кого. Или, может, у одного-двух тут, может быть, максимум, да? То есть, смотрите, к чему я говорю. Это бизнес простых людей. Бизнес для простых людей. И здесь не нужно иметь семь-пядевого обуть. Здесь не нужно каких-то специальных крутых бизнес-образований, чтобы вот этот бизнес начать делать, как нужно иногда в других. Здесь не нужно какой-то прям вот нереальной хватки, такой демовой, как бывает. Знаете, некоторые говорят, тут жилка прям нужна, чтобы вот это все, волк против волков в мире бизнеса, там надо рвать, метать всех, там, через голову, персо, нет. Ребят, здесь все просто. Здесь бизнес может вести молодая мамочка в декрете, здесь может в бизнес вести пенсионерка, студент, любой абсолютно человек. Я уж не говорю про серьезных состоявшихся людей, которые в этой жизни уже чего-то добились. Абсолютно любой человек здесь может добиться успеха, если он поймет простоту этих действий, если он поймет простоту этого бизнеса, если он просто поверит, что это действительно просто и что действительно здесь все это можно сделать. Поэтому, ребят, если мы говорим про франшизу, то наш бизнес это тоже франшиза, но она гораздо круче. Вы у меня, вы поняли уже, да, посмотрите на эти пять пунктов и поймете, почему мы круче. Это очень, очень приятно. И мне нравится, что наш бизнес, я, вы знаете, у меня недавно посещали, ну, как недавно, год назад посещали мысли, думаю, а вот если бизнес, какой бы я бы еще начал бизнес? Начинаю делать какой-то, думаю о каком-то бизнесе и в итоге начинаю отметать, отметать и отметать и перехожу к тому, что наша бизнес-система самая идеальная. Самая идеальная система. И даже искать уже ничего не надо. И мне так хорошо стало в этот момент. Я думаю, господи, уже ничего не надо придумывать. Уже все придумано, уже вся система готова. Уже настолько все здесь отшлифовано, все грамотно, все без риска, все просто вот захоти, возьми и сделай, что никакая бизнес-идея больше в голод и не хочет лезть, потому что любая бизнес-система, которой я пытался думать, у нее есть какие-то недочеты постоянно, какие-то, знаете, вещи, которые, ну, они не сильно меня впечатляют. А вот здесь, здесь прям все как с куста, как говорят. Все прям идеальное, все сошлось. Итак, ребят, как работает наша бизнес-система? Мы открываем и развиваем свой собственный интернет-магазин. Слышали, что такое интернет-магазин? Сейчас все через интернет-магазин. Сейчас вот абсолютно буквально вчера я, у меня машина, сигнализация что-то случилась вечером, что я сделал? Я быстро сошел в интернет, быстро нашел автосигнализацию, человек, кто занимается автосигнализацией, он ко мне приехал и мне все сделано. Понимаете, о чем я говорю? То есть сейчас без интернета современному человеку просто не прожить, потому что ну как, куда он будет? Ну как это? Вы представляете, люди сейчас ездят на крутых тачках за 3-4 миллиона, а вы будете на телеге ехать с овощами, на эти по дороге. Вы просто представьте, как вы будете добираться. То есть это время уже отскакнуло, и сейчас интернет, он захватывает все больше и больше рынки, все больше и больше людей пользуются интернетом. Есть смысл использовать эту сферу, эту нишу в своем развитии, в своем собственном бизнесе. И любая бизнес-система, любой бизнесмен, он сейчас использует интернет, потому что это коммуникация, это скорость, это большая целевая аудитория, и это удобно, просто удобно. Чем больше товарооборот нашего с вами магазина, тем больше наша прибыль. Как абсолютно у любого интернет-магазина, как абсолютно у любого бизнеса, чем больше товарооборот магазина или бизнеса, тем больше наша с вами прибыль. Здесь, по-моему, все понятно, все просто. Я сегодня как раз не буду усложнять простоту этого бизнеса, я вам просто в двух-трех словах расскажу, как это делается, и чтобы вы не сильно заморачивались. Мы больше будем говорить с вами о обучающем моменте. Итак, друзья, смотрите, компания-партнер, помните, мы говорили, наша компания-партнер Арифейм. Арифейм у нас двусторонний договор, оформляясь как индивидуальный предприниматель. То есть вы, каждый из вас, кто еще не оформлен как индивидуальный предприниматель, чуть позже, когда у вас бизнес начнет уже приносить видимый доход, вы будете оформляться официально, не какие-то веб-мани, не какие-то там кошельки, не какие-то там электронные переводы. У вас будет официальный счет в банке, вы будете официально получать доход, у вас будет официальный, вы будете платить налоги, 6% по упрощенке, вы будете платить пенсионные отчисления. То есть здесь все будет официально, здесь будет все по белому. Вам не надо будет скрываться от налоги, вам не надо будет что-то там, знаете, думать там, еще, знаете, пережиток советских времен, когда думают, надо стаж нарабатывать. А вдруг там пенсия маленькая будет. Даже если вот такие люди еще до сих пор есть у нас в проекте, вот для вас конкретно говорю, у вас будет отчисление в банк, ой, отчисление в пенсионку, у вас идет на капельную, пенсионный фонд идет, ваш любимый, да. То есть здесь все, ребята, гораздо круче, чем даже на многих работах наемных, где думают люди, что они работают по трудовой там какой-то. Потому что я работал через черную кассу, то есть мне платили в конверте деньги, то есть уход от налогов у компаний был. И я работал в трех компаниях, и во всех трех компаниях мне платили в конверте. То есть о чем говорят, что русские люди, русские бизнесмены, они просто не платят налоги. Наша же компания, партнер, компания Арифлейм, она официально по-белому работает, она официально платит, она за все несет ответственность. Поэтому я очень горд за эту компанию, я очень горд, что мы с такой компанией работаем. Вот эта картинка, это завод, это завод под Ногинском в Московской области. И это один из самых крупных заводов компании Арифлейм, он очень крутой, он очень современный, мы там были несколько раз на экскурсии, это было очень круто. И если даже на экскурсию вы можете не поехать, если кто-то в Московской области находится, вы можете хотя бы посмотреть со стороны на него, подъехав к нему на машине, к забору, и вы увидите эту махину, это на Горьковском шоссе, Ногинский район. 50 лет на мировом рынке, ребят, компания 50 лет, она зарекомендовала себя, это очень важно. Компания говорит, мы в России навсегда, вот этот завод можно было 200 миллионов евро, чтобы его построить, 200 миллионов евро, ребят. То есть компания явно большие планы на нас, явно большие планы на Россию. И если мы с вами подсуетимся, то мы и есть это в будущем у компании, мы с вами в будущей компании, благодаря нам компания развивается, и мы благодаря компании развиваемся. Поэтому у нас двусторонний договор, мы партнеры компании, мы не работаем в компании Арифлейм, мы не наемные рабочие. Мы каждый из вас, кто еще даже новичок, мы каждый из вас уже предприниматели. Просто еще кто-то официально оформленный, а кто-то неофициально оформленный. Но работа, вы уже сейчас делаете ту, которую делаем и мы, кто уже давно в этом бизнесе. 20 лет в России, это тоже немаловажный срок. Почему? Потому что 20 лет, там порядка 4 кризисов уже в России переживает. 3 точно, я уж не помню. Или даже 4, по-моему. 4 кризиса в России, это не шутки. И компания каждый раз выходила победителем, с новыми результатами, с новыми цифрами, понимаете, с новыми объемами продаж после кризиса. Это о чем говорит? О том, что компания дальновидная, компания богатая, и она знает, куда идет. И мы с вами в партнерстве с этой супер мощной компанией. 5 собственных заводов, ребят. Я не знаю людей, ой, компаниям, у которых 5 собственных заводов. Собственных заводов, не в аренду снятых, где-то там, не какие-то там конвейерные линии, а 5 собственных заводов. Собственный институт кожи. То есть, есть, представляете, в Дублине находится целый научный корпус, такой институт научный, прям институт. Это не офис снят, понимаете, а институт целый, где работают порядка 150 ученых, ученых, ребят, со всего мира. Со всего мира собраны ученые, и они разрабатывают формулы, молекулярные составы всевозможные. Они придумывают инновации, чтобы мы с вами могли пользоваться самыми новейшими технологиями. И крем, который сегодня у нас, мы пользуемся, он 5 лет назад начал изобретаться. То есть, люди по несколько лет разрабатывают формулу. Крема уникальной, запатентованной формулы. И это очень круто, ребят. Этим надо гордиться, об этом надо знать. И чтобы вы понимали, с какой крутой и мощной компанией мы работаем. С очень крутой мы компанией. Институт кожи нет ни у кого вообще, по-моему. Это только у нас институт кожи, со своим штатом сотрудников, со своим штатом ученых. Ну и, конечно же, сколько, больше 60 стран мира работает компания. Это тоже очень мощно, это тоже очень круто. И это говорит о том, что компании не потопляемы, потому что кризисы и войны в разных странах. Компания за счет других стран помогает вот этим вот просеточным странам, которые в данный момент там какие-то кризисы происходят. Поэтому у нас с вами очень большое будущее, как у партнеров компании. И у нас очень крутая крыша, ребят, шведская, надежная крыша, которая нам не даст загибнуть, затухнуть. И если мы с вами будем соответствовать этой компании, мы с вами все будем богатыми людьми. Итак, поехали дальше. Итак, двусторонний договор. Мы открываем на базе компании Арифлейм, под крылом компании, как франшизу маленькую, свой интернет-магазин, свою интернет-страничку, которая стоит 149 рублей. Причем при заказе вам эти деньги возвращаются. То есть практически получается вам этот бизнес подается бесплатно. Смысл бизнеса, ребят, смотрите. Мы приглашаем свой интернет-магазин знакомых и незнакомых в наш бизнес-проект. Как это происходит? Да очень просто происходит. Ребят, вокруг нас есть люди. Их много. Понимаете, есть вокруг нас на улице, есть в соцсетях, есть везде. Вот мы в обществе, мы не в лесу с вами живем. Даже если в лесу живет, все равно там грибник да пройдет какой-нибудь. Есть люди вокруг нас. Есть соцсети. Там миллионы людей, десятки миллионов людей. Много стран. Ну, давайте уж далеко даже хоть не будем. До России вот так вот нам за глаза хватит. И все, что нам нужно сделать, нам нужно просто доносить до людей информацию о нашем бизнес-проекте. Каким образом? Если вы работаете в соцсети, то вы просто должны сделать рассылки по соцсетям. Как делать, кому чего писать, что писать. У нас есть официально обучающие вебинары, где рассказывается, как правильно написать сообщение, как правильно оформить страничку, как правильно ответить на вопрос. Часть людей, согласитесь, часть людей придет, часть людей не придет. Все банально просто. Не усложняйте этот бизнес. Просто много сообщайте людям о нашем бизнесе. Правильно сообщайте, как мы учим. Можно вживую, можно по телефону, можно по скайпу, можно написать в соцсети. Можно найти человека. Миллион способов есть. Ваша задача просто донести информацию о нашем бизнес-проекте. Сначала, может быть, сами или, может быть, с помощью спонсора информационного, кто вас позвал в этот бизнес. Но самое главное, делать это много и часто. Чем больше вы это делаете, тем больше людей к вам придет. Да, будут отказы, конечно. Но, конечно же, не всем в этом бизнесе быть, вы же понимаете. Но, часть людей согласится, и нам это нужна часть. И в этой части людей у них куча своих знакомых, у них куча людей. И они тоже так же хотят зарабатывать деньги, тоже так же хотят приглашать в этот бизнес. И теперь смотрите, мы приглашаем знакомых и незнакомых в наш проект. Они также заключают с компанией, не с вами они заключают, а с компанией. Они заключают договор, оформляются так же, как ИП, и делают покупки в своем интернет-магазине. То есть, что происходит? Мы пришли. Мало того, что мы приглашаем людей, мы же тоже пользуемся. Что такое компания Airplane? Как я называю, это от отчетки для карандаша до косметики, здорового питания, всяких аксессуаров, бижутерий и так далее. То есть, продукты народного потребления, каждодневный спрос, нужно каждый день, каждому. Каждый идет в ванну, каждый умывается, каждый чистит зубы, каждый руки моет. Поэтому, друзья, смотрите, что мы делаем. Мы просто меняем магазин, который мы ходим каждый раз, там где-то, кто в Ашане, кто в пятерочке, кто-то в косметических магазин, кто-то еще куда-то. Мы все вот это закрываем, мы чужой бизнес теперь не развиваем, а мы развиваем теперь свой бизнес. А зачем развивать чужой бизнес, когда у вас есть свой бизнес, вам надо его развивать? Полторы тысячи номинований. Полторы тысячи номинований продуктов в компании. Ну, себе что-то можно подобрать. Есть люди, которые говорят, я этой косметикой не пользуюсь, или я таким продуктом не пользуюсь, или мне что-то не подходит. Ребята, полторы тысячи номинований, ну, можно себе что-то подобрать-то. Ну, да, этот крем не подходит, там еще 25 кремов. Это там тушь кому-то, девушке не подходит, там еще 10 тушек там рядом. Помада, что-то не подходит. Да подбери там эта батарея, да и помада. То есть, всегда можно подобрать. Выгодно себе брать у себя в магазине и еще всю свою родню помыть через свой магазин. Но, представляете, да, у вас свой интернет-магазин. Ну, вы теперь говорят, так, мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, там, ребенок, соседка, подруга, у меня свой интернет-магазин, давайте мойся через меня. Я вам все по своей цене, по хорошей такой, привезу со скидочкой, чтобы вам было хорошо и чтобы вы у меня постоянно были. Да вы помойте всю свою родню, там на несколько тысяч, на несколько тысяч будет денег. Вы представляете, если каждый возьмет то, что ему нужно, если каждый подберет то, что ему нужно. И получается, что каждый человек, приходящий к вам бизнес, что он делает? Он фиксируется в вашем интернет-магазине. То есть, у него свой интернет-магазин. И он, система такой устроена, что он будет фиксироваться в вашем интернет-магазине. И вы будете видеть, что он у вас. И всех последующих людей, которых позовет ваш знакомый, вы тоже будете видеть, потому что это все будет учитано в вашей интернет-страничке. И что будет происходить дальше? Просто люди начнут покупать, люди начнут пользоваться. Они будут пользоваться естественным путем. Почему? Да потому что продукт естественный. Косметика – это естественный продукт. Люди просто, люди уже 50 лет это делают с нашей компанией. И это делают не из-за того, что их заставляют, а потому что им это необходимо. Как пища каждый день нам необходима. Также и зубы чистить нам необходимо, и мыться нам необходимо. Девушкам там краситься необходимо, ухаживать за собой. Сейчас вообще мода пошла от последних лет. Люди стали за собой следить, ухаживать, кремами пользоваться. За здоровьем следить, за здоровый образ жизни. У нас есть направление в велмос. Это отдельное направление, красота изнутри, где хорошо себя чувствуешь, хорошо выглядишь, худеешь, здоровье, энергия есть. То есть сейчас люди думают о своем здоровье, потому что сейчас это модно. И все это компания, все эти тенденции есть, и люди просто с лихвой просто покупают себе, просто им даже ничего продавать не надо. Знаете, все интернет-магазины – это продажи. Все что-то продают. В нашем случае продает нам компания. Мы с вами просто пользователи. И мы просто приглашаем в наш бизнес пользователей, таких же пользователей, которые приходят, пользуются и приглашают, рекомендуют своим. И таким образом у нас происходит огромная команда. Огромная команда. Итак, ребят, давайте еще раз. Первое. Мы приглашаем знакомых и незнакомых в проект. Второе. Мы и наши знакомые совершают покупки в компании, и компания нам и нашим знакомым выплачивает до 30% со всех покупок. Со всех покупок. Не с ваших личных, а с покупок всей команды. А теперь подумайте, сколько может быть людей в вашей команде. Как вы думаете, сколько может быть людей? Двое, трое. А может быть 20? А может быть 100? А может быть 1000? Ребята, а теперь представьте ситуацию, что знакомые знакомых никогда не заканчиваются. Вы знаете, что через шестое рукопожатие можно найти вообще любого в России. Вообще любого, если грамотно эти рукопожатия сделать. То есть все люди, это огромное большое информационное поле, где все друг друга где-то кого-то знают. Если каждый начнет звать, приглашать, рассказывать, и начнут просто пользоваться обыкновенной продукцией, которая нужна всем. Недорогой, хорошей, достойной, качественной продукцией. Вы представляете, какие обороты, какие объемы могут вырасти? Вы вообще представляете, о каких деньгах речь идет? Когда каждый из тысячи помоется на тысячу, на полторы, на две. Вы вдумайтесь, о каких деньгах речь идет. Это миллионы, ребята. Миллионы рублей. И с этих миллионов каждый из нас может получать свой процент. Потому что каждый из нас будет участен в этом. И это ценно, это важно. Друзья мои, кто-то сейчас сидит и думает, бизнес, сложно, непонятно, еще не разобралась, столько всего непонятного. Согласитесь, любому делу нужно учиться. Скажите, пожалуйста, а есть профессии, которому учиться не надо? Не знаю, может быть есть такие профессии, которому не надо учиться и стали профессионалом, вам сразу хватит большой день. Мне кажется, даже дворником работая, дворником или полю мыть или посуду мыть, надо учиться. Почему? Да потому что есть определенная даже технология уборки, есть определенная... Да вот клининговую компанию возьмите, да? Профессиональная уборщица, они так убираются, у них там 5 видов тряпок, там 25 видов средств, у них целая технология, откуда они начинают все убирать, все пыль стирать, откуда что чистить, что какое пятнышко, какое средство вымыть. Даже там надо учиться, ребята, вы представляете? А мы говорим о серьезном бизнесе с серьезными доходами. И любому делу нужно учиться. И вот это очень... Сейчас я вот с вами хочу поговорить на эту очень важную тему. Смотрите, любому делу нужно учиться. Когда мы приходим на работу, вот я когда пришел в свое время на работу, мне сказали такую вещь. Там был 1С у нас, знаете, есть такая программа 1С. Вот мы работали в 1С, и я когда сел, я в 1С ни разу не работал, и мне говорят, вот на тебе. А я говорю, я не знаю, кто мне научит, а он говорит, да кто тебя будет учить. Я ребятам подхожу, ребятам научить меня, ну, менеджер соседний. Мне прям в лицо сказали, Леха говорит, ты тут нафиг никому не нужен, ты здесь конкуренция. И никто тебя здесь учить не будет, никто у тебя время терять не будет. Прямо мне в лицо это сказали, прям честно, открыто, знаете, так, с улыбочкой. Дали вот такой вот толмуд, наверное, вот такой вот толщиной, и сказали, вот тебе 1С изучай. Я вот сижу с этой Библией, знаете, вот этой по 1С, и сижу, и не понимаю, с чего даже читать, там вообще все по-нерусски написано. Я вот просто сижу, я в шоке был, мне пришлось методом тыков в кратчайшие сроки изучать этот 1С. И никто мне не помог, никто мне не подсказал ничего. Почему? Да потому что все были бы рады, если бы меня там не было. Потому что я отнял чей-то хлеб, можно сказать, когда я пришел на работу. Когда вы приходите в бизнес, все будут счастливы, если вы разоритесь, потому что вы лишний игрок на рынке. И если у вас что-то поможет, значит, опять-таки, часть клиентов уйдет от них к вам, и никому это не нужно. Поэтому никто с вами секретами делиться не будет, никто вам не будет помогать искренне ничего. То есть вы один. В нашем деле, ребят, ситуация кардинально другая. Кардинально другая. И это очень ценно в нашем бизнесе. У нас идет командное обучение и поддержка на стадии обучения новичка. То есть смотрите, когда новичок приходит, согласитесь, вот да, никогда дела не имели никаких. Какой-то новый проект, что-то новое, что делать, как писать, с людьми редко общался, в декрете сижу 4 года, вообще не вылезаю, забыл, как с людьми разговаривать, да, и так далее. И вдруг вы пришли в бизнес-проект. У нас для этого есть специальная система обучения, специальная система сопровождения, чтобы вы в начальной стадии, особенно бизнеса, могли нормально, комфортно себя чувствовать. То есть мы за друг дружку тянем себя вверх, мы друг дружку вытягиваем, мы командой идем вверх, мы не поодиночке идем вверх, мы идем командой вверх, потому что команда должна выигрывать. В нашем бизнесе выигрывает команда, не единоличные люди. Потому что вот этот верхний, кто стоит, если он за собой команду вверх не вытянет к успеху, напередестал, он сам не выйдет на успех. Поэтому здесь вся система построена на то, чтобы помочь всем выйти на новые уровни доходов. Итак, ребят, смотрите, что мы делаем. Мы специально сделали построение ветки, где всем будет выгодно расти. Вот смотрите. Когда мы приглашаем людей, мы можем приглашать двумя способами. Первое, это вертикальное построение. И второе, это построение солнышка. В чем разница? Смотрите, представьте ситуацию, когда мы приглашаем друг дружку. Вот вы пришли, над вами несколько человек. Вы пришли, вы ничего еще не умеете, вы еще ничего не знаете, вы еще не понимаете ничего. И вдруг вы видите, что вы уже в системе, и под вас уже ваши вышестоящие спонсоры приглашают следующих людей. Какие у вас ощущения, когда вы чувствуете, что под вами растет что-то, растет бизнес? Приглашается, вот ветка растет ваша. То есть ваш бизнес начинает расти. Вы еще толком ничего не сделали, а под вами бизнес уже начал расти. Ваши ощущения? Вот кто уже это почувствовал на себе немножко? Можете написать свои ощущения? Какие ощущения? Круто. Так. То есть смотрите, что я хочу сказать. Что вы пришли, вы еще свеженький, вы еще не оперившийся, да? А команда вам уже помогает. Команда вам уже начинает подсказывать и показывать, как будет строиться ваш дальнейший бизнес. Как это все будет выстраиваться. И вот смотри, какая интересная фишка. Очень многие люди не могут включиться в работу сразу. Очень многие люди, кто-то болеет, кто-то рожает, кто-то переехал, кто-то еще что-то делает. Кто-то долго соображает просто, у кого-то наемный труд он не может совмещать быстро. Но он пришел в систему, он получил свою страницу, он ее зафиксировал у себя. И вся команда, все, кто выше, все ваши наставники, кто выше вас, они приглашают также в эту веточку. Не только вы, а еще ваши люди. Вот теперь смотрите, интересный момент. Если бы вы приглашали, мы бы приглашали вот так солнышком. Представьте ситуацию. Вот вы первое вот это вот лицо, скажем так, да, смайлик. Вы одна. А ваш вычитающий спонсор, он не под вас стал веточку строить, а он стал параллельно строить. Вот как вот я здесь нарисовал. Была бы у вас мотивация или нет? Больше бы у вас мотивация стала или меньше? Первый случай, когда под вас уже там трое-четверо зарегистрировались. А во втором случае, ладно. Думаю, согласитесь, вы понимаете, что вы ничего не начали, ничего не сделали, никто ничего не делает. А вы сидите и думаете, да, что-то, наверное, я уйду. Денег нету, ничего у меня не происходит, что-то я там попробовал, у меня не получилось. В первом же случае вы понимаете, что вы еще толком даже не успели включиться, а под вами уже 10 человек там или 5 человек. И реально ситуация складывается таким образом, что мотивацию у людей больше. Вот я сам это ощущаю, хотя я наверху как бы получается, да, у меня нет такого, что под меня кто-то строит там, да. А, ну хотя, да, получается, тоже как в какой-то мере под меня строить там в глубине тоже, мои же люди. Да, но смотреть, как интересная фишка, да, что командой всегда легче. Команды расти всегда легче. Теперь представляете, мы в один фронт, все вот, кто в какой ветке, одним фронтом бьем в одну точку и строим первую ветку. Ребят, для чего мы строим, зачем мы так строим? Мы строим не для того, чтобы миллионы зарабатывать здесь, в этой ветке. Вот эта первая веточка, первая веточка, она не для денег. Она не для того, чтобы вы сейчас прям побежали и стали зарабатывать деньги. Первая веточка нам нужна для обучения. Представьте ситуацию, представьте ситуацию, что... ...бизнес-партнерстве о том, что мы хотим зарабатывать с компанией деньги, да. Компания нам ставит одно единственное условие, ребят. Одно. Одно. В бизнесе их тысячи этих условий. Тысячи. У нас одно. Компания говорит, ребят, уважаемый партнер, помойтесь, пожалуйста, на 150 баллов. И помойте свою родню на 150 баллов. Все, все, что компания говорит. Она не говорит, закупи на 100 тысяч продукции. Она не говорит, открывай офисы и сиди там, продавай ее. Она говорит, просто пользуйтесь, просто уберите, поменяйте свой магазин. Теперь на свой Арифлеймовский. И просто моетесь по-хорошему, по-человечески. Ухаживайте за собой. Пользуйтесь wellness. Будьте здоровы. То есть, представляете, какой кайфовый бизнес. Компания нам просто говорит, единственное условие, и это просто говорит, потратите на себя чуть-чуть, я называю. И на свою семью. Просто поменяйте те же самые деньги и себе покупайте. И если из нас каждый сделает по 150 баллов. Это минимум. Ребят, вот сейчас на вебинаре сидит несколько человек, которые делают и больше. Потому что уже вкусили кайф того, что здесь можно, много всего нужно. Но надо всего 150 делать. Вы представляете, как это легко, как это просто и как это можно в легкую это все сделать. А теперь представьте ситуацию. Давайте посчитаем. Вот если мы делаем 150 баллов лично, мы выходим в свою, вот табличку я сделала. Мы выходим в свою на 3%. Если трое человек, первый, второй, третий делают по 150 баллов, мы выходим на 6%. 450 баллов, да? И нам с вами нужно, чтобы стать директорской командой, чтобы выйти на директор. Нам нужно, чтобы наша команда собрала суммарно было 7500 баллов. Сколько людей должно сделать по 150 баллов, чтобы все вместе было 7500? По-моему, 50 там что-то, да, было в такой цифре, я слушал. Короче говоря, ребят, смотрите. 50 человек, что такое 50 человек? Давайте подумаем, что такое 50 человек. Это нужно пригласить троих, троих. Ну хорошо, пятерых, давайте пятерых. У которых будет знакомых по 10 человек. По 10. А что этим десятерам нужно сделать? Им нужно пригласить троих, у которых по 3 человека. Ну, понятно, то есть надо пригласить по одному по 2 человека, а в сумме получится 50. Все помылись на 150 баллов, вот ваш 7500. Все, вы в квалификации старшего менеджера. Ребят, не сложно. Но за этой простотой кроются миллионы просто. Миллионы. Потому что, если каждый по чуть-чуть, каждый начнет приглашать, каждый будет мыться, каждый будет приглашать, каждый будет показывать, в сумме это огромная куча денег, которые нам приносят солидные деньги. Так, теперь, друзья мои, смотрите еще раз. Чему нам надо обучиться? Вот когда мы, пока вы строите эту ветку, пока вы вот в этой вертикальной ветке в первой находитесь, очень важно, у вас сейчас очень ценное время. И вы его должны беречь. Потому что вы должны научиться приглашать людей в команду. Научитесь приглашать людей в команду, научитесь обращаться к людям, научитесь отвечать на возражения, научитесь рассказывать презентацию людям, чтобы они к вам приходили. Научитесь, пока вы еще в этой ветке работаете. Потому что потом вы начнете строить другие ветки, строить новые звания, и вам будет некогда учиться. Вам надо учиться сейчас. Сейчас ваше время. Сейчас вам надо всем учиться. Вам нужно научиться всем техническим действиям. Как открыть соц. страницу, как ее оформить, как правильно ответить на возражения. Как правильно презентацию по телефону рассказать. Понимаете, да? Как презентацию сделать для вебинара, чтобы выступить. То есть вам нужно обладать всем техническим навыкам, пока вы строите эту первую ветку. Просто научитесь всем этим нюансам. Потому что бизнес у нас в интернете в основном. И здесь нужно научиться техническим вещам. Как правильно установить программу на телефон. Как правильно ей воспользоваться. Как правильно русифицировать, что-то надо. Как правильно научиться обучаться в интернете. Чего-то не знаете, забейте в ютубе, посмотрите. Забейте, спросите в гугл, вам там ответят. То есть научитесь саморазвиваться в интернете. Третье, что вам нужно изучить, пока вы, скажем так, новичок еще в первой ветке. Изучите компанию, маркетинг-план и продукт. Изучите, потому что это наш партнер. Изучите компанию, с которой мы работаем. Почитайте про нее. Почитайте, очень много роликов есть. Очень много всего есть. Изучите, чтобы у вас гордость была. Чтобы у вас уверенность была в этой компании. Маркетинг-план. Почитайте, изучите, посмотрите. Чтобы вы понимали, какие перспективы вас ждут. Изучите сам продукт, чтобы вы знали, что наш продукт хороший, достойный. Хороший, достойный продукт, по достойной цене, достойное качество. Какие премии этот продукт получает? Чтобы вы могли смело пользоваться нашей продукцией и чувствовать себя хорошо. И знать, что это очень крутая продукция. Четвертое, обучаемся дисциплинировать себя. Это тоже очень важный момент, ребят. Обучаемся дисциплине. Каждый день работы, как на работе. Представьте, что вы на работе. Вы должны себя научить, натаскать вот здесь, чтобы вы могли себя чувствовать. Прямо вот, знаете, как на работу. Пришли, сели за компьютером, все, вы работаете. Общаетесь, работаете, переписывайтесь, презентации рассказываете, вебинары смотрите. Это работа. И работа требует времени и дисциплины. Поэтому тренируйте себя. И пятый, привыкаем работать в команде со спонсором. Привыкаем. Ребят, у каждого из вас есть спонсоры. Более опытные наставники. Есть чаты, есть вебинары. Привыкайте ходить на вебинары. Привыкайте общаться в чатах. Привыкайте задавать вопросы. Проводить планерку. Вот понимаете, тяните на себя одеяло. Учитесь. Учитесь. Потому что потом у вас, вы будете этому обучать других людей. И теперь, ребят, внимание. Важно. Важно активировать свой интернет-магазин. Важно активировать свой интернет-магазин. Сделать заказ. Почему? Потому что, если вы зарегистрировались, и вы в этой ветке, вы себе еще не обеспечили место в команде. Вы себе еще не забронировали место в команде. Пока вы не сделаете активационный заказ, вы будете временно находиться. Такой демо-режим, знаете. Я должна объяснить. Временно вы будете находиться. Чтобы себе забронировать место. А если вы еще не поняли, надо это делать быстрее. Быстрее бронировать место, пока ваш номер еще есть. и вашим людям объяснять то же самое, что быстрее надо место бронировать. Чем быстрее вы забронируете, тем надежнее ваша команда потом будет. Сделать заказ. Если вы сделаете заказ, то вы уже себя обеспечили место минимум на 2 года. Ну, конечно, я рекомендую делать заказы ежегодно, каждые 3 недели, каждый месяц, и желательно выходить на уровень 150 баллов. Может быть, не сразу, может быть, не надо сразу горячку пороть, но все уважающиеся бизнесмены и предприниматели в нашем бизнес-проекте, я вам так вот сейчас в лицо скажу, да, без обид, они делают все минимум 150 баллов. То есть, если вы считаете себя серьезным предпринимателем, или хотите себя считать серьезным предпринимателем, то есть смысл научиться хотя бы делать 150 баллов. Это самое простое, что в этом проекте есть. Ну, то есть, это элементарщина, да. Поэтому, друзья мои, если вы претендуете на серьезные доходы, на серьезную работу, пожалуйста, придумайте, что такое 150 баллов. Ну, сделать как-нибудь, ну, посмотрите ролики, ну, поизучайте. Это несложно, вообще несложно. И теперь, ребят, очень хочу важную информацию давать, сказать. Первую веточку, которую мы с вами строим, это наша корневая ветка. Она в перспективе нам будет давать самый большой доход. То есть, пока вы ее строите, она дохода не дает, ну, копеечный, небольшой доход она будет давать. Я сейчас не буду рассказывать, по какой конкретной причине она не дает большую доходу, да, потому что надо маркетинг вам сейчас весь рассказывать. Но, это корневая ветка, она будет развиваться пожизненно, и там будет столько у вас потом директоров, что когда вы начнете строить карьеру, эта ветка вам будет такие бонусы давать, что я не знаю. Это будут самые крутые бонусы, которые есть. Самый крутый бонус. Поэтому, ребят, вы строите свое будущее, вы работаете на перспективу, как настоящий предприниматель на будущее. Вначале мы вам все подсказываем, все помогаем, но ваш дача быстро включится в рекрутинг, быстро начать приглашать, и чем быстрее вы начнете это делать, тем быстрее вы выйдете на звание директора, и тем быстрее вы начнете строить карьеру. Это понятно, да, вот это очень важный момент, ребят. И вот этой фишки, которую сейчас я рассказываю, нет нигде. Ни в одном бизнесе, никто вам не сможет, не будет вам помогать открывать интернет-магазины, никто вам не будет наполнять их партнерами и клиентами, никто этого делать не будет. Это есть только в нашем бизнес-проекте. Так, в нашем бизнес-проекте это есть, этим надо гордиться, это надо ценить, этим надо пользоваться, и это надо быстро хватать, передавать дальше. Итак, друзья, личный товароборот про 150 баллов. Коротко, да? Смотрите, я расчет покупки в месяц на мужчину сделал. Вот я написал просто, вот на мужчину просто элементарный. Пен для бритья, восьмом полособритья, дезодорант, шампунь, плюс гель в одну сделают, щетка, паста, мыло и туалетная вода. У меня уже вышло на 2250 рублей. Это, ребята, это просто, вот я вам, это туалетная вода 1000 рублей стоит, а так-то это самый дешевый, там по полторы, по две, по две 500 у нас в воду. Вы представляете, 2250 рублей, это только я себе одному, а у меня еще жена, смело умножайте на 2 или на 3, заразу эту цену, а у нас еще есть wellness, у нас еще есть ребенок, у меня еще есть родители, а еще есть сестры, братья, еще есть подруги. Вы представляете, если каждый возьмет себе хотя бы наполовину того, что я себе здесь для мужчины заказал, вы понимаете, что 150 баллов, это примерно 5500, чтобы 5500 собрать, это вообще просто, если вы просто себя любите, немножко хотя бы себе возьмите на семью, это элементарно, поэтому, ребят, речь о 150 баллов, тут вообще не, тут даже речи быть не может, если мы с вами пришли в бизнес, уж ну просто возьмите себе, причем заметьте, цены-то нормальные, я понимаю, там пена для бритья была бы 1000 рублей, там гель, там полторы, там зубная паста 400, как в некоторых фирмах, кстати говоря, у нас все просто, но зубная паста 80 рублей, ребят, сплатовская паста, она в аптеке стоит 250 рублей, такой тюбик, у нас он за 80 рублей, подумать об этом, это тоже очень важный момент, и все это свеженько, все это со склада, все это производство с конвейера, шведское, надежное, хорошее, представьте, какой кайф вообще, поэтому, ЛТО, личный товароборот, делать надо научиться быстро, просто и не напрягаясь, играючи, а теперь смотрите, условия для развития второй ветки, как только вы начнете строить вторую ветку, то мы с вами начинаем строить карьеру, у нас начинают прибавляться деньги, что нужно делать, чтобы начинать строить вторую ветку, ребят, первое, как я уже сказал, нужно научиться делать 150 баллов, научитесь делать 150 баллов, все, это первое условие, как предпринимателя, второе, ты лично пригласил двух-трех партнеров, в эту свою вертикальную веточку, то есть ты лично, не твои спонсоры пригласили, а ты лично, а всего у тебя должно быть порядка пяти, пяти людей, которые приглашают, пяти людей, и твоих там двое-трое, которые тоже приглашают, для чего, чтобы вы поняли, как приглашать людей, чтобы вы поняли, как их сопровождать, чтобы не было такого, чтобы вы за счет других вылезли, объясняю почему, можно вылезти за счет других, можно отсидеть, как вы думаете, можно, только вам от этого будет не лучше, а хуже, объясняю почему, Пока вы отсиживаетесь, вы не нарабатываете опыт. И когда ветка будет выстроена, вам помогать там никто не будет собираться, потому что все ваши спонсоры начнут строить свои следующие ветки, и вы останетесь просто, ну как, не то что у разбитого корыта, вы будете в общем потоке просто работать со всеми. Пока вы строите эту ветку вместе со своей командой, спонсором, то спонсоры будут вас активно обучать, активно вам помогать. И не нужно отсиживаться, а нужно наоборот быстрее включаться, потому что если мы все разом включимся, мы быстро сделаем первую ветку, и быстро все научатся. Поэтому второе условие, лично пригласи двух-трех, научись это делать, научись быстрее это делать, и тогда ты поймешь, как строить дальше тебе следующие ветки очень просто и быстро. Пригласи двух-трех партнеров, которые также активно приглашают, как и ты, это понятно, да? И третий минимум 15%, то есть вот эта первая веточка должна быть минимум на 15% на 3000 баллов, потому что меньше еще она не укрепилась, меньше еще нет смысла. Это цифры не строгие, здесь нужно чувствовать, здесь нужно чувствовать, когда уже можно уходить на вторую ветку. Если вы понимаете, что вы еще не понимаете, когда можно уходить на вторую ветку, обратитесь к своему считающему спонсору, вам подскажут, можно ли вам бросать. Смотрите, основная задача, ребята, вот чтобы вы понимали, для чего вот это я все пишу. Основная задача, чтобы научиться развивать структуру. Вы должны научиться на первой ветке развивать структуру. Это тренажер, еще раз вам говорю, который вам потом будет давать хорошие гонорары. Но первая ветка, научитесь, научитесь с людьми работать, научитесь их приглашать, научитесь их сопровождать, научитесь их растить. И второй момент, самый важный, нужно развивать первую ветку таким образом, чтобы в эту ветку больше никогда не возвращаться. То есть это налаженный рекрутинг должен быть. Вы должны так, в этой ветке так должен быть рекрутинг, что вы уже ушли строить вторую ветку, а в первой ветке рекрутинг продолжается, 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 людей все больше, 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 больше. Вы уже не приглашаете людей, а людей там прибавляется, прибавляется. Менеджеры растут, директора растут, золотые директора растут. Вы представляете? И вам не надо будет возвращаться. То есть вы проделали один раз работу, зацементировали, так сказать, фундамент дома, сделали хороший, да? И начали уже строить дом дальше. А вот эта первая ветка, она вам на всю жизнь и на жизнь еще ваших детей и внуков. Поэтому, ребят, не поскупитесь, отработайте в первой ветке так, чтобы вам было не стыдно за нее, чтобы вы почувствовали себя уверенно, что у вас есть надежный фундамент в бизнесе. Бизнес, который не развалится, который вас будет кормить всегда. И вот когда у вас будет это ощущение, и вы начнете строить вторую ветку, у вас будет уже опыт первой ветки, у вас уже будут навыки, у вас уже будет темп набран, понимаете? И вы легко откроете вторую ветку, третью, четвертую. Так. Итак, смотрим. Так, секунду. Ну, смотрите, теперь два слова о карьере. Когда вы начинаете строить вторую веточку, вы становитесь золотым директором. Вы получаете премию 2000 долларов. Вы получаете за вторую ветку, то есть первую у вас уже есть, вторую вы построили, потому что вы научились на первой, вы получаете премию 2000 долларов. Доход у вас будет порядка 50-70 тысяч рублей в месяц. И золотая конференция за границу за счет компании каждый год. Представляете, как может быстро все быть? Если мы быстро с командой строим первую ветку, быстро ее можно построить. Если все включатся, то быстро. Вторую вы быстренько находите двух-трех партнеров, вместе с ними опять строите вторую ветку, и вы уже золотой директор. Ребята, золотого директора некоторые делают за полгода. За полгода, за год можно сделать золотого директора. У нас есть девчонки, которые делают за полгода в нашей структуре. Это очень быстро. Теперь смотрим дальше. Кто вам мешает начать третью ветку? Когда мы уходим на третью ветку? По такому же принципу, что и во второй ветке. Как только во второй ветке у вас начинаются процессы происходить правильные, вы переходите на третью ветку. Как только вы делаете третью ветку, вы становитесь старшим золотым директором. Это премия уже 3000 долларов. Банкет директоров на два человека. Доход 70-100 тысяч рублей. И золотая конференция уже на двоих людей за границу. Ребята, то есть смотрите, какая интересная вещь. Вы научились. Да, первый год, первое время, первая ветка. Это все будет не очень денежно. Это будет непонятно. Это будет сложно. Но вы прошли этот этап, как и все многие. Миллионы прошли людей. Вы научились. Вы созрели. Вы все сделали. И вы начали просто штамповать эти ветки. Одну за одной. Одну за одной. Вот, пожалуйста, вам третья ветка, и доход у вас уже 100 тысяч. Четвертую ветку сделали. Вы с Апфирой директор. Пожалуйста, 100-200 тысяч доход уже. Золотая конференция. Премия 4000 долларов. Ну и, конечно же, давайте я вот дойду до следующей ветки. Это 6 групп. Когда вы научились растить 6 веток надежных. Премия 6000 долларов. Банкет директоров на два лица. Вип-зона у вас там будет. Доход 200-400 тысяч. Ребята, вот на этот доход уже можно чувствовать себя человеком по-настоящему. Вот тут вы уже будете, знаете, ощущать себя прям, ну хорошо, реально. Золотая конференция на два человека и бриллиантовая конференция. То есть, золотая конференция, вы едете в конце августа, где-то европейские, средиземноморья. Бриллиантная конференция – это экзотика. Это экзотика, это Бали, это африканская страна, это Мексика, это Китай, это еще какие-то там, Япония. То есть, совершенно разные страны, вот на бриллиантах конференция. И это тот уровень, на который я вас хочу запрограммировать. Ребята, вот на этом уровне вы себя чувствуете совершенно по-другому. Вы себя здесь можете жить действительно достойно, в достойных квартирах, достойных домах. Ездить на действительно крутых машинах, путешествовать в самые крутые точки мира, хорошо себя чувствовать, одеваться и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это тот уровень, на который нужно стремиться. Ребята, пожалуйста, не мельчите, не нужно восстановиться золотым директором, это все копейки. Бриллиантный директор, вот она, вот сейчас уровень современного бизнесмена в нашем проекте. Я вас программирую на доход в 200, в 400 тысяч рублей. Если у вас такие доходы впечатляют, если вы хотите такие доходы, то есть смысл здесь поработать с нами, есть смысл проявиться здесь, стать лидером и доказать, что здесь действительно все это есть и все здесь можно работать. Сколько здесь можно зарабатывать? Ребята, да сколько хотите. 400 тысяч – это не предел. Вот желтые ступеньки, вот 6 тысяч долларов, к сожалению, здесь милковато, да? Это только вот то, что я нарисовал. Представляете, сколько вверху еще денег? Да там еще денег немерено. А что нужно делать? Да то же самое. То же самое, что вы научились делать на первой ветке, о которой мы с вами сегодня говорили. Сколько можно зарабатывать? Посмотрите на эти чеки. Вот мы на первой фотографии с доходом 6 тысяч долларов. Ребята, это самый маленький чек на этой фотографии. Посмотрите. Посмотрите, это самый маленький чек. Посмотрите, какие люди деньги зарабатывают. Посмотрите, сколько перспектив у нас под носом. И вы уже в нашем бизнес-проекте, мы уже с вами двигаемся, и об этом надо рассказывать, и об этом нужно всем рассказывать. Потому что люди ищут этого, просто они не верят и не знают, что здесь такое есть. Кто вам будет помогать? Всевозможные информационные чаты, обучающий сайт, обучающие ролики в YouTube полно. У нас есть вебинар, у нас есть мероприятия, и многие-многие другие. Работа со спонсором и так далее. Обучение у нас все бесплатно. То есть, ребята, только берите, только хватайте, все уже есть. Только не ленитесь, двигайтесь вперед, и все у вас будет хорошо. Станьте профессионалом. Моя самая основная задача, чтобы вы стали зарабатывающим профессионалом. Вот это больше всего я хочу от вас. Что вы получаете в результате? Ребят, признание, путешествия, банкеты, отдых, деньги, карьеру. Абсолютно все, что пожелать. Свободу, ту самую свободу и пассивный доход, который мы себе с вами создаем. Итак, подведем итог. Смысл нашего бизнеса. Наша задача через интернет – организовать товароборот для компании-партнеров. Откуда деньги? Дивиденды от всех покупок, всех людей, структуру, которую мы пригласим в наш проект. Что нужно делать? Поменять магазин за углом на свой интернет-магазин. Второе – приглашать людей к сотрудничеству через соцсети или вживую. И также обучаться, как мы обучаемся каждый день. Кто будет вам помогать? Ваш наставник, чаты, бесплатное обучение, вебинары, которые сейчас вы слушаете. И что вы получаете? Время, деньги, свободу, налаженную бизнес-систему, признание, путешествие и дружную команду в придачу. Ребят, я рад был сегодня для вас выступить. Если вам что-то непонятно, обратитесь к спонсору, получите инструкции. И я думаю, что у вас все обязательно получится. Потому что мы с вами в очень крутой команде, в очень крутом бизнесе, в очень крутое время. Я искренне верю, что каждый здесь, сидящий на этом вебинаре, станет бриллиантом директора. Все, до встречи. Спасибо, всех был рад видеть. Пока-пока. Продолжение следует...